Привет, это Барнфайдерс, и мы продолжаем наши дела с Хлавом. В прошлой серии я, если ты не помнишь, то обязательно посмотри, участвовал в огромных торгах, где смог выиграть вот эту тачку. В прошлой, конечно, серии у меня всё заглючилось под конец, но я всё-таки смог вырулить эту иовину, и тачку я выиграл. В итоге продать её теперь можно за 800 баксов. Это очень круто. А также, а также, ещё в комментариях мне писали, очень много было комментариев, о том, чтобы я сменил пол и стенки, потому что они нервируют, вообще не смотрятся тут. Ну что ж, ладно, давай сейчас поменяем всё это. Так, что ж, выберем сейчас пол. Говорили вернуть всё обратно, как было, то есть, чтобы всё было в развальном состоянии, так, эстетичнее. Но я не хочу, я лучше сменю на что-нибудь нормальное. Вот, например, вот так вот я, короче, сделал свой сарай. Он практически вернулся в исходное состояние, но обновлён. Но тут все доски новенькие, ну, за исключением дверей, конечно же. В общем, теперь он выглядит именно вот так. А ещё, кстати, я тут немножко поэкспериментировал с палетами. Прикупил вот такую вот дорогущую палету, да, прям космос какой-то. Но она тоже сюда не вписывается, поэтому возвращаю старую. Вот так-то лучше. Так, время у нас уже начало. Первого пора бы открываться, но прежде нужно расставить предметы. Сюда, тут нельзя, сюда нельзя. Почему? Хотя можно, подожди. Вот так вот. Всё, сейчас по красоте расставим, всё продадим, наваримся и почешем дальше. Кстати, надо ещё письмецо отправить. Вроде бы всё. Вроде бы... Господи, какой олень с бюстгальтером. Надо отправить срочно письмо. Письмо о том, что мы побывали... Мы же были на аукционе, точно. Мы не добрались до зловещего болота, и поэтому у нас нет крокодила. Что ж, открываем наш магаз и продаём наше барахло. Кстати, давно хотел попробовать, знаешь что, взять курицу, закинуть её на крышу и посмотреть, что же с ней будет. Оно спустится оттуда или нет. Курица! Давай, спускайся. Ладно, пускай позагорает немножко. Там покупатель пришёл. Здорово, дракониха. Телли хочет купить. Не вопрос. Продадим тебе подороже. Постараемся, по крайней мере. Блин, не прокатило. Ну, конечно же. Конечно же. Кому нужен олень с телефоном? Конечно же, дюк-такеру. Здорово, бро. За 330 покупать хочешь, да? Давай подороже, может быть. Вот так вот возьмёшь. Тридцаточки, ну это несерьёзно, бро. Давай побольше накинешь, а пожалуйста. Нет? Ну ладно, денег больше нет, да? Ну хорошо. Так и скажи, что ты ради телефона покупаешь этого оленя. А вот и покупатель Тачилы. За 800 не отдам. Слушай, она в хорошем состоянии. Поэтому давай-ка подороже. Подороже забирай. 80 баксов. 10% накинул, да? Нет, ещё дороже давай. 200 сверху. Вот это я понимаю. За 1080 продали тачку. Вот это навар. Вот это я понимаю. Все бы так покупали. Опачки, смотри-ка. Нам тут кое-что принесли. Топор. Мы этот топор, кстати, по-моему, находили. Страус. Точно мы этот топор находили в пещере. А, чувак убежал. О, вор, 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 вор. Где вор? Вор, вор. Пошёл вон. Чтоб глаза мои тебя тут не видели. Короче, возвращаемся сюда. Вот эти чуваки, которые здесь стоят, они приносят мне предметы на продажу. Я могу с ними сторговаться. И подешевле купить. А потом перепродать подороже. Давай, давай, ещё минус 20. Отлично, на 42 доллара дешевле я выкупил у неё глобус. Ну чё, прикольно. И сейчас мы его попробуем перепродать. Здорово. Перфоратор? На кой чёрт тебе перфоратор, инопланетянин? Ты изучаешь человеческую цивилизацию, что ли? Или гастарбайтером где-то устроился? Подрабатываешь на местной строчке. Короче, забрал он перфоратор за 78 баксов. А этот чувак, походу, похож на маньяка. Он хочет купить арбалет. Блин, не ту кнопку нажал. Продал ему арбалет за 200. Эх, надо было ему отказать. Он же реально вылитый маньячелло. О, дракониха принесла нам крутую вазу. За 145 хочет нам его продать, но мне нифига. Давай-ка подешевле. Сколько скинешь? 13 скинула. Давай-ка ещё разок. Скидывай побольше. И ещё 13. Ну ладно. Забирай за 119 вазу её. А тут у нас Бугай хочет купить двигатель. Видимо, для своей рухляти. Плюс 43. Давай-ка ещё накинем. Дружок, давай-давай-давай. 100! За движок! Отлично. За 581 движок твой. Вали. Ты посмотри, что нам притащили. Стиралочку. Хорошо. За 200 я, конечно, не заберу. Она у тебя в полном состоянии. Надо чинить. Минус 20 неплохо, но надо ещё скинуть. И ещё минус 20. 40 баксов она скинула. Неплохо. За 160 забираем. Пойдём сразу вот эту штуку починим с тобой. И выставим на продажу. Время, кстати, забыл посмотреть сколько. Нам уже пора, наверное, закрываться. Так, стой здесь. Кто там к нам припёрся? Добрый вечер, уважаемые покупатели. Мы скоро закрываемся. Так, что тебе нужно? Тебе глобус, да? А разве не ты ли мне глобус принесла? И хочешь обратно его выкупить? Ладно, сейчас поторгуемся. 260 она хочет, но что-то слабо торгуется. Ой, совсем мало. Плюс 26 накинула. Неплохо, забирай. Так, Дюк Тайгер хочет ручной подъёмник купить. И заберёт он его за 260. Забирай. Что там у меня ещё есть? Что поставить? Всё. Всё, большие предметы закончились. Пойдём починим сейчас с тобой стиралочку по-быстренькому. Мастерски. Вот так вот. Кто додумывается вот так вот пластырями заклеивать, а? А потом удивляется, чё техника ломается. Всё починили. Отправляем на склад. И там покупатель пришёл. Чё у нас по времени-то? Чё-то я не понял. У меня чё часы не работают? Всё время показывать начало первого. Так, вазу, значит. Продам подороже только. Плюс 16 тоже неплохо. О, за каской девочка пришла. Забирай каску за... Плюс 5 накинула. Подороже, подороже, подороже. И подороже выходит плюс 13. Плюс 18 долларов накинула сверху. Отлично. Пойду-ка в компе время посмотрю. Тут же наверняка должно быть время. У меня нифига нет тут времени. Чё в каталоге у нас? Давай полистаем. Антиквариат. Павел Мудрый можно открыть. Картину открыл. Святой Гарри. Тоже за 5 баксов открываю. Опа, смотри-ка. Облик для машины. Я теперь могу тачку перекрасить. Он открывал, короче, все вот эти вот штуки. Сколько там их всего? Давай посмотрим. Так, каталог Мика. Во. Антиквариат открыл. Потом вот этот раздел Мика. Современный. Редник. Короче, смотри, надо почаще заходить в этот каталог. И открывать всё, что я нахожу. Когда я открываю, я получаю новую раскраску на тачку. А лучше, конечно же, новую тачку. Это было бы намного круче. Я думаю, что мы сейчас с тобой возьмём ещё одну раскраску. Вот эта, которая у нас есть с фиолетовым каким-то огнём. Мне что-то не очень нравится. Какая-то она женская. Итак, новый скин. О, камуфляж. Вот это я понимаю. Вот это уже по-мужски. Ну чё, пойдём-ка попробуем перекрасить нашу тачечку. Достаем крутой наш пистолет. А как это сделать? Как перекрасить машину, а? Хороший вопрос. А, вот, смотри, вот, можно. Нифига себе, американская какая-то тема. Это, конечно, не очень. А где... Где милитари? О, кстати, огонь-то прикольно смотрится. Не по-бабски. Так, там покупатели пришли. Надо обслужить. Зачем тебе отбойный молоток? Скажи, пожалуйста. В принципе, зачем, я спрашиваю. Мне главное продать. И продам я его, этот отбойный молоток, за 162 доллара. Ну вот и всё. Последний покупатель продал последнюю вещичку. Магазин мы закрываем. И едем... Едем куда? Какое-то там болото. Дай посмотрим, что это за болото. Вот оно. Зловещие болото. Подаем кайока. Погнали. Зловещие болото. Особое мероприятие Микка. Неужели мне это болото придётся выкупить? Вы хотите испугаться? Что за фигня? Ну давай, да. Я хочу испугаться. Что-то выскочить сейчас или что? Дайла. Как ты мог быть? Это тупое турбо. В смысле? Крокодиловое такси. Я гений. Вы о чём, ребята, вообще говорите? Вы как-то не по-нерусски болтаете. Так, вы вообще заценили мою тачку? У меня новый раскрас. Огонь тачка просто. Ты тут чё стоишь? Здорово. Микка всегда рада помочь нуждающимся. Это здорово, конечно. Покупать я ничего не буду. Ну, короче, давай, погнали на аукцион. Три, два, один. Торгуемся. Кто сколько даст? За дом просят две пятьсот баксов. Драконика накидывает до трёх тысяч. Я накину пятьсот. Кто следующий? Давайте. Опа, Саманта. До четырёх накинула. Я ещё пятьсот накидываю. Спокойно до пяти тысяч могу накинуть. Чё, всё, сдулись, да? Ха. За четыре пятьсот за грудом, что ли? Опа, почти. Драконика. Да вы чё? Ладно, пятьсот кидаю. Шесть тысяч дом стоит. Сейчас, на данный момент. И, походу, я его выкупаю за эти шесть тысяч. Отлично. Ну чё, пойдём, позыркаем. Чё тут у нас есть? Куча жаб. Дядя Билли там сидит. Пойдём поболтаемся. О, нифига себе! Неужто Женя развелась? Вот же жалость! Тебя чуть-чуть аллигатор не сожрал. Ты чё? Дядя Билли. Блин, он прикольненький. Можно на него прыгнуть, интересно? Опа. Ой! А ничего, что мы тут, типа, разговариваем? С кем ты тут разговариваешь? С аллигатором, что ли? Так, хорошо. Раз он болтается аллигатором, мы тогда приступаем к нашим мусорным делам. Собирать хлам. Двери открыты. Хорошо, врубаем фонарик. Шо мы тут и мэем? Куча запакованной всякой фигни. Опа. О, привидение! Да ну нафиг! Ты на чёрт в жертву курицу принёс? Ещё и... Смотри там. Она бежала, что-то шепчет мне на ухо. Я аж пёрнул от страха. Так, это, короче, убираем. Курица. Мне так жалко. Это не та ли курица, которую я на крышу закинул? Надеюсь, что не она. Ладно. Жуткое место, очень жуткое. Надеюсь, что меня тут сильно-то не испугает. Зря я, наверное, нажал испугать меня. Так. Что это такое? Баллон? Ну, слава богу, это баллон. Адская дождь. А, так всё-таки это бомба. Ну ладно, заберём. Снова эти звуки. Чё, чё? За сатанисты тут жили. Так. Тут у нас ничего больше нету. Хотя давай ещё посмотрим получше. Не, ничего нету. Пожалуй, буду всё открытым оставлять. А то чё-то как-то тут сыкотно. Хорошо, что у меня есть фонарик. Дядь Билли, заходи в дом. Тут так весело. Ты же любишь сверхъестественное. Черепок можно сломать. Какие странные черепки. О, бутылочки. Заберём. Вроде бы ничего я тут больше не... А, вот, смотри, мусор ещё есть. Всё, чешем отсюда. Вот это вот всё сатанистское я уничтожаю. Жалко курицу вынести и похоронить нельзя. Эх. Всё, пойдём сюда. Здорово. Фу, ну и вонь. Смотри, сколько тут куриц. Костей-то сколько. Да. Каждый дом лучше другой. О, кстати, смотри, лягухи. Кажется, я собрал сет. Надо будет отремонтировать их и продавать. Здорово. Пазл собран. Да, воничь тут, конечно, адская. Смотри, сколько мух летает. Кости ломаем. Здесь ещё кости. Переноска. Бедные курицы. Видимо, кто-то хотел покушать. Но что-то пошло не по плану. И мы знаем по какому. Для ритуала их тут кромсали. Я слышу, ребёнок плачет или это кукуха? Тут всё собрали. Картину поднять ничего не могу. Смотри, смотри, что на картине. Блин, фонарик надо отключить. Это же знакомое лицо. Она к нам постоянно в магазин заходит. А за ней какая-то девушка. Хм. А может быть, это призрак? Так. Ломаем, короче, вот эту всю тему. Идём сюда. Фонарик что-то вообще не светит, нифига. Батарейки надо будет поменять. Тут есть что? Одёжка. Одёжка это хорошо. Что-то я хожу как-то. А, тут вода. Я думаю, что у меня под ногами всё плескает? Всё понятно. Болотится прям... Фу, блин. Вот эта музыка меня испугала, а. Сейчас мы откроем замочек. Ага. Отлично. Болотится у меня прямо под ногами. И что нас тут ждёт? Что тут в этой клетке? Слава богу, тут ничего нет. Никаких бульдогов и свирепых собак адских. Унитаз работает вроде. Вода сливается. Наверху ничего нету там. Знаешь, какой-нибудь призрак сейчас как выскочит, прыгнет на меня с потолка. Так, значит, нам надо запрыгнуть сюда наверх. Как-то наверх. А, нет, не наверх. Как же мне туда попасть-то? По-любому есть какая-то кнопка, которая отпирает вот эти вот ворота. Кого ж тут хранили? А, вот смотри, вот она, эта кнопка. Кого ж тут? Держали и хранили, интересно. Узор на пол я нашёл. Скорее всего, скорее всего, здесь держали какого-то разработчика этой игры. Вот смотри, тут даже фото есть. Молодой совсем парень. Как же тут страшно-то, а? Ладно, идём в следующую комнату. Что тут нас ждёт? Гитарка! Теннисная ракетка. На потолке никого нет, слава богу. И снова череп. Страхи-то какие. Чё это такое было? Я как будто... Меня кто-то поднял и за жопу ущипнулся. Опа! И вот этих чуваков мы тоже знаем. Вот они втроём к нам в гости заходят. Вот этот, помнишь, покупал у нас этот арбалет. Я говорил, что он на маньяка похож. Да они все такие, знаешь, маньячные типки. Там у нас сзади ничего нету. Не, вроде ничего нету. Ломаем, короче, бочку. И сейчас все ящики проверим ещё. Фух! Я уж думал, сейчас открою ящик, и там чья-нибудь рука, знаешь, отрубленная. Опа! Арбалет. Только про него говорили. Видимо, вот этот чувак купил арбалет и притащил сюда его спрятать. Хитро, хитро. А я его нашёл и заново ему продам. Хо-хо-хо-хо-хо. Гитару забираем. В шкафу у нас ничего нету. Это всё разбиваем. Так, ну вроде бы всё. А, вот ещё книжки. Тут вроде бы всё. В окно не вылезти. Второй этаж тут наверняка есть, так что пойдём на второй этаж. Скорее всего, на него попасть можно будет через какую-то лесенку снаружи. Сколько тут мусора-то, ты посмотри. Тут целая горсть денег. Хотя не горсть. Полный карман, я бы сказал. Да, кстати, в комментариях писали и удивлялись. Типа, вот я ломаю древесину, а с неё падает там пружина или металл. Типа, ну как так? А когда ломаю металл, с неё падает древесина. О, можно на крышу залезть, смотри. Давай! Старый пердон, запрыгивай! Не, не получится. Ммм, наверное зря я поломал баки. Ух ты, там ещё домик, смотри, есть. А, ну туда я никак не доберусь, потому что вода. Угу. Блин, зачем я всё поломал, а? Как мне теперь подняться на второй ярус? Вон туда. Наверняка же там что-нибудь есть. Ладно, пойдём сюда. Ух, блин. Вот это мне не очень нравится. Чёрт! Это было близко. Ой, капец. Утопился. Давай с разгончика вода вот. Хопа! Видал, как я умею? Вот туалет, надо сказать. А, это не туалет. Перепутал мальца. Блин, зачем я эту коробку сломал? Она мне пригодилась бы. Так, вот эту коробку я беру. Давай её возьмём просто вот так вот возьмём. И сейчас разбегу. Оп, 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 оп. Ну, кажется, я её перенести успел. Я же успел. Да, вон она стоит. Отлично. Сейчас она нам поможет. Это, блин, опять улетел. Перелетел. Паркур. Из меня никакой. Знаешь, это похоже на КС. Когда ты там прыгаешь. Да, блин! Там бревно мешается. Типа скоростной КС. Где-то там на скорость проходят все эти штуки. Не допрыгнул. Вот это я развлечений все нашёл, а? Ага, отлично. И вот сюда-то. Я уверен, что тут дно, ну, совсем, ну, никакуще. Или то, что это болото меня может засосать эту трясиной. И я тут помру. Видимо, из-за этого я тону. Во, наконец-то я забрался сюда. Теперь мы со спокойной душой залезем сейчас наверх. Во, залезли. И что у нас тут? Тут, а тут, собственно, не шиша. О! Крышу видно. Прикинь, в дом не идёт эта труба. Короче, тут не шиша нету. Ну и ладно. Пускай ящик этот полежит тут. А мы сейчас... Опа! Видал, как метка? А, кстати, может, по канату можно пройти? Действительно, по канату можно пройти. Вот это я дал жару так дал. Прыгал тут, скакал, как косуля какая-то. Короче, я не буду мучиться. Я сейчас сделаю так вот. Опа! Поскользил! Хе-хе, не буду мучиться. Да, вся серия посвящена тому, как я буду топиться в болоте. Всё, перепрыгнули. Чё, в кустах есть? Нет, ничего нет в кустах. А сюда можно сходить? О-о-о! Стремата. Короче, ломаем вот это вот. Заходим. Мне почудилось какой-то звук странный. В общем, ладно. О-о-о! Призраки, призраки! Привет! Ты видел? Она, короче, коробки в воздухе держала. И когда я подошёл, коробки упали. Прикольно. Она ещё, короче, может взаимодействовать с реальным миром. Но коробки куда-то под пол упали, под сексуру. Что очень странно. Мне меньше коробок разбивать, ладно. Что это? Какой-то маленький холодос, бутылочки, красочка, молочко какое-то. Тут есть чё? Ничего. О, мусор на полу. Вроде бы всё тут. Вроде бы всё. Больше взять я ничего не могу. Я слышу генератор рабочий. О, руль! Ничуться, сломал, короче, коробочку. А там, смотри, калькулятор. Калькулятор и алюминиевые банки. Так, всё, пойдём в обход. Тут же дверей нету, правильно? Вон, чё-то ещё наверху есть, смотри. Что это такое? Космический шлем из ведра. Вовремя я обернулся. А вот это снять нельзя? Можно? Это посмотри-ка. Вот теперь я всё тут собрал. Ладно. Пойдём искать генератор. У, плод! Плод! На крокодиле! Офигеть. Крокодил таскает плод на себе. Так, получается, что я могу, в принципе... Ну да, вот так вот сделать. Оп-оп-оп! Красиво, да? Оп-оп-оп и всё, и ушёл. Да ну, я же туда перепрыгну, сто процентов. Чуть-чуть вот, совсем чуть-чуть не хватает. Так, ещё разочек. Не, крокодил нам в помощь. Без него никак. Так, крокодил. Опа, здорово! А чё это у тебя тут... Это петух со шляпой на тебе сидит? Ещё и фонариком светит? Офигеть. Куда я попал? Это не сказка про Гарри Поттера, случайно, а? Петух на крокодиле с фонарём в клюве. О-о-о! Такой присниться не проснёшься. Ладно. Чё у нас тут есть? Фонари? Не понял. А чё у нас тут воришка? Плавает. Крокодил, схавай его. Я могу с тобой поболтать? Как-то тебя вытащить. Помочь тебе? Вор, не обращай на меня внимания. Просто немного заваленный пацан. Заваленный пацан. Я бы сказал, пропащий. Так. Чё ты тут вообще делал? прикольно в этой игре столько жанров намежено и ужастики и приключения и симулятор кстати вот на этот дом я смотрел он оттуда там где-то били сидит вон там вот и вон били сидит лодка есть прикинь еще куда-то сплавать сможем о веселуха полной штаны мне бы уже их поменять кирпичи навалился ма вот кто вот это такая ма это по моему призрак тот самый призрак который на такой зеленый носится за мной или я за ним куколкой заберем может быть вот эту ма тут в жертву принесли теперь она тут блуждает как заблудший дух это что такое узор на стену отлично кроватку можно сломать металлическую топором причем вообще легко у меня супер крутой топор ну вроде бы тут все полуразрушенный дом наверху ничего нету пошли дальше наверное вот в эту дверь так подожди надо по полу еще в пробежаться тут вот видишь валяется сколько всякого интересно о чан может быть это даже казан был они чан открываем дверь там там какой-то странный звук за этой дверью сейчас узнаем что там уверен что надо так а да я угадал тактику взлома этой двери отпираем а а тут супчик варится я думаю что за звук странного ключик от чего непонятно еще один разработчик заблудшая душа но тут принципе больше ничего нету кроме вот вязанки дров и вроде бы а вот еще мусор и все на крыше тоже ничего вот еще двери есть призраки смотри я могу туда пыль это туалет я пожалуй схожу выводит а что у меня там штанец а с облегчаем тут вроде ничего нету кроме запаха дерьмица под так пойдем сюда но он тут путь указан от папа либо туда либо сюда куда пойдем дом на дереве течение это не на дереве хотя на дереве даже давай сюда быстренько сгоняю а мы отсюда пришли все ясно значит тогда идем на в дом на дереве ты слышишь там музыка ты чё кто-то живой есть опачки привет а может потанцевать здорово как дела блин она исчезла ну ё-моё какой-то веке призрака увидел хотел с ним познакомиться ну знаешь как в каспере если ты не смотрел каспер то обязательно посмотри этот фильм очень крутой там про то как маленький ребенок дружил с призраком и этот призрак тоже был ребенок вот собственно и крокодайл дикого запада забираем бутылочки сколько картинок смотри из кома предмет найден отлично это чё наполеон сэр филлипсон кто такой не знаю может вымышленный полководец какой-то или офицер стол забираем блин а нас потом призрак то не будет преследовать за то что мы тут расхитили его на дом или я даже не знаю это дома вы или просто место обитания вроде бы тут больше ничего нету кроме напольного мусора бутылочки все вроде бы все но мы еще можем на лодке куда-то сплавать так что поплыли о по десантируемся и к лодочке сра подожди а тут можно пройти можем смотри давай сломаем это все опа я ищу туда куда-то могу сплавать ну ладно погнали вперед я слышу туалетную бумагу сейчас мы ее найдем сейчас мы ее отыщем я кстати не показывал мою коллекцию туалетных бумаг она у меня там в комнате у дяди били есть надо будет и потом показать вон туалет на бумага нифига себе как я до нее допрыгнуто мне нужны какие-нибудь сапоги прыгуны а до доски то все я понял хорошо что я не начал их ломать смотри там он еще огонек там он что-то плавать все я понял значит этому убираем и мы сейчас будем из досок выкладывать поворачиваем вот так вот главное тут не упасть утопилась прикинь утопилась а может быть не просто на плотно досесть он сюда доплывет интересно или нет пока не плывут значит доски можно спокойно ломать а может быть я преждевременно это дело ничего страшного так вот она этот вот и прыгаю на нет утопился не допрыгнул я до него час я сейчас есть попали попали успел давай курица вези меня нифига себе этот аллигатор плавать кстати странно аллигаторы вроде бы как в болоте то не водится илья просто плавать не умея это на самом деле не болото какой-то заросший пруд о А, блин, подожди. Фига себе, сколько тут всякого интересного-то, а? Это же это, воздушная подушка. Я ее могу забрать, ты прикинь? Чтобы транспортировать, нужно будет 150 отдать баксов. Но ничего страшного, заберем. Круто. Это что такое? Утка-спиннинг. Блин, ну и локация. Интересное, интересное местечко. С каждым разом все интереснее и любопытнее. Так, крокодил. Нам нужно будет подождать крокодила, пока он приедет к нам сюда снова. И отправиться в дальний путь. Вот что на табличке-то написано. Я даже не обращал внимания. Крок-такси. Крокодильное такси, ема. Да уж. Хорошо, что они хоть денег с меня не берут. А может быть берут. Вдруг этот петух с фонариком в клюве. У меня из карманов денежки достает. Так, вот он, аллигатор, прибыл. Смотри, как припарковался. Let's go. Так, у меня денег 3041 копейка. Следим за этой суммой. Какие здесь виды. Красота. Дышим прям полной грудью. Ну вот, собственно, мы и подплываем к нашей драгоценной туалетной бумажке. Надеюсь, я смогу ее взять. Опа, мы ускоряемся. О, блин! Ну нафиг! Ну нафиг! Хе. Обосрался и упал в болото. И меня точно там сожрали. Это было стрёмно. Капец как стрёмно. Вот, видимо, чем меня хотели испугать. Не привидением, а аллигатором. Итак, мы подплываем к этому моменту, где был крокодайл выскочка. Надеюсь, что в этот раз я не обосрусь. Во-во-во, смотри, вот это вот сейчас будет. Проплыли и ничего нету. Второй раз он не решился, видимо. Так, мне нужно здесь... Давай, 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 давай. Есть! Мы забрали! Мы забрали туалетную бумажку. Спасибо, что ты тут припарковался. Но уже ничего не нужно. Поехали дальше. Нам нужна лодочка. О! А, ну это мы видели. Нам нужно прыгнуть на лодку. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Здесь прыгиваем. Сюда запрыгиваем. Вот так вот. И вон на ту лодочку мы сейчас побежим. Че, я думаю, я тут допрыгну уже. Опа, видал? Видал, как я умею? Бежим сюда. Вот тут ничего нету. Вроде ничего нету. Опа. Смотри-ка. Дверь, заросшая корнями. Ой. Ой. Страшно-то как. Че тут светится-то такое? Монета тучного короля. Забираем. А почему тут такой свет странный? Все предметы собраны. Отлично. Это очень хорошо. Вот. Еще вот собрать досочки. И можно отсюда валить. Я чуть не могу собрать их. Пойдем, короче, на лодке попробуем сплавать. А где лодка? Где-то... Вон она, лодка. Куда я могу на ней уплыть? А-а-а. Вот куда. Ну, все, в принципе, понятно. Билли до сих пор с крокодилом тут. А нам пора валить. Ну че, на этом все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк. Подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.